Экстренное включение. Материал, который мы совместно с Артёмом Графом откупали, должен быть опубликован как можно раньше, пока не Каглай не успел почистить следы. И на всякий случай скажу сразу, чтобы не получить страх... Ну и просмотры ещё надо тоже, да? Вот, это тоже, конечно, важно. Автор данного видео... Чуть больше зрителей теперь, ура, ребята, хайп, хайп. Хайпули, как говорится. Не, а чё, прикольно. Обсирается не Каглай, а зрителей-то у меня увеличивается-то, ну, количество. Ни в коем случае не пропагандирует употребление запрещенных веществ и, более того, осуждает подобную пропаганду от третьих лиц. Нет, нет, блядь, вообще-то реально осуждаем. Да, осуждает его персонаж, видимо, не особо. Значит, вчера где-то приблизительно в 7 часов вечера все мои друзья и знакомые, с которыми у меня есть личная переписка, одновременно оповещают меня о том, что Никаглай на своём стриме смотрит мой последний видос про него. Где я, внимание, не отрицал тот факт, что Никаглая могли пытать, пока он находился в отделе полиции. Не отрицал факт беспредела сотрудников... Опять хайпим на Никаглая, да. ...в российской федерации. А, блядь. Я всего лишь предположил, исходя из собственной логики, в каких моментах Никаглай своё повествование явно приукрашивает. Но Никаглай почему-то назвал мой видос разоблачением, где я его якобы в чём-то там улечил. К ролик, который раскритиковал мой ролик и где-то улечил меня в обмане или что-то подобное, будем разбирать именно маразмы. Хотя я сам говорил в начале своего ролика, что это субъективный разбор, не разоблачение. И что самое главное, на стриме, который все ждали, где якобы со слов Никаглая он предоставит все недостающие в его фильмы пруфы, ведь он сам делал акцент на том, что в ролике он продемонстрирует только 40% всей информации, остальные 60% будут на стриме. Обещал там показать окровавленную, облёванную футболку, но по факту, по итогу стрима, что мы имеем. 40 минут он убил на то, чтобы посмотреть мой 9-минутный ролик, с которым минуты реклама. Ещё 40 минут он потратил на ролик правозащитника, показал какую-то ничем не примечательную аудиозапись и в итоге оффнул трансляцию. А ещё и смайл боты включал, когда чат ему начинал спамить, чтобы он показал футболку. И ещё, что немаловажно, в качестве ролика его критикующего, он выбрал самый удобный для себя видос, а именно мой. Я как бы сам признаю, что по сути мой последний ролик про Никаглая, эту хуйня помойную на хейт довольно поверхностной. Там чисто сплошная субъективщина из разряда попиздилки за столом. Но почему-то видос Артёма Графа, который гораздо глубже катнул в эту ситуацию, у которого гораздо большая доказательная база, колясик не посмотрел, хотя весь чат ему об этом спамил. И в ответ на вопрос, почему в этом видео не будет ответки Никаглаю на его ответку мне. Скажу честно, я ей-богу не собирался делать уже четвёртый видос. Да блять, не было у него никаких там планов что-то доказать или показать что-то жёсткое. Он байтил с одной целью, он просто байтил. Байтил для того, чтобы пришло как можно больше зрителей, чтобы в итоге на эту большую аудиторию сделать вот эту вот рекламу. Если бы он реально как-то переживал за своё состояние, хотел людям доказать правду, вот, он бы сделал это правильно, он бы запустил стримы и просто бы рассказал и показал чё как. Но он вместо этого берёт и начинает рекламировать сами знаете чё, пиздец, используя вот эту вот ситуацию, где его якобы жёстко поимели. Просят какого-то сочувствия и понимания, но при этом используют эту ситуацию для рекламы сами знаете чё. Ебать, вообще пиздец. Я просто вахаю, ребят. Про Никоглая. Я даже когда мне подписчики строчили в комментариях, что на стриме тебя смотрит Никоглай, написал пост в сообществе. Ребят, так и так мне впадло качать твич, регистрировать там аккаунт, я вообще сейчас не дома, обрисуйте в двух словах, чё он там говорил про меня. Даже после того, как я уже посмотрел нарезки, какой-то внятной ответки от него я там так и не увидел. И даже больше вам скажу, не особо горел желанием увидеть. Чё-то он там показал какой-то черкаш на голове, обвинял меня в предвзятости. А порой и подавно сам себе тейки выдумывал, сам же это разъёбывал. Даже если мы посмотрим тот самый ролик в первый день ещё, когда записали его извинения. Да, причём реально показывает какую-то дырку в башке, блядь, которую можно сделать перед стримом. То да, мы можем увидеть несколько царапин. И я повторюсь, я не отрицаю, что его могли пытать. Сам Николай сказал, что произошло это с ним в отделе полиции по Пресненскому району. Да, и с его слов он был насильно острижен. В эту пользу в том числе говорит то, что у него на голове есть ссадины. Да, и при этом ещё вот что важно. Ссадины есть, а Муразм сказал, что у меня никаких ссадин. Неужели были, что ли? Странно. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь? Тем более, какая вообще ответка может быть на ролик, который по сути своим разоблачением-то и не является, о чём я говорил напрямую. И ограничилось бы это всё только подсчётом синячков и ссадин на теле Никоглая, я бы даже видос этот записывать не садился. Потому что, ну, блядь, срачи с тиктокерами всегда мечтал. Но абсолютно все предыдущие споры на тему того, как там сильно Никоглая... Блядь, реально записывай видос, стоит с какой-то нахуй... Что это за животное, блядь, вообще? С игрушкой перед камерой вот так трясёт. Я вообще в ахуя, блядь. Что за шиза, ёбаный свет? Белка. Вы где такую белку видели? Помните, Шевцов шутил, что он вообще не удивится, если на предстоящем стриме после своего разоблачения Никоглай будет крутить казики? Так вот, всё оказалось куда страшнее. Многие подписчики, которые уже в курсе ситуации, по ошибке думают, что первым из медиек это заметил Хесус. Однако без какого... Так, ещё разок, подожди. Бля, мне Зубарев написал. Но я не могу прочитать то, что он написал. Он написал Никоглай... Никоглай... Осуждаю, короче. Осуждаю, блядь. Так вот, всё оказалось куда страшнее. Многие подписчики, которые уже в курсе ситуации, по ошибке думают, что первым из медиек это заметил Хесус. Не понял, блядь, по ошибке, нахуй. Вообще-то и реально я, блядь. Это прямо во время стрима произошло. Ещё никто не знал. Однако без какого-либо негатива к нему отмечу, что первым это заметил я, а уже... Не, ну, ты-то, может быть, это и заметил, но никто же ведь этого не видел. А на публику я заметил первый. Если уж мы про это говорим. А может быть я... Я сейчас будем спорить, кто быстрее... Я! Я заметил! Я первее! Да, блядь! Я! То, что я там заметил у себя, где-то сидя перед компьютером, оффлайн. Ну, блядь. Так можно чё угодно сказать. Правильно? Но именно публично я первый высказался. Всё? Всё. Всё, блядь. Запечатлите этот момент, пожалуйста. А то, если вдруг неожиданно сейчас пойдёт хайп жёсткий, как в феврале. Меня опять будут обвинять, что я присосался к этому конфликту. Я присосался. Меня ж потом обвиняли тоже. Хотя и тогда я тоже, блядь, один из первых, кто начал Никоглай предъявлять за его хуйню на Твиче. А мне потом некоторые... Ты присосался, блядь, к конфликту, ебать. А ничего, что другие начали присасываться к нашему конфликту. А сейчас то же самое, блядь. Посмотрим, чё будет. Начнут опять мне предъявлять, что я тут... Конфликтом присасываюсь, блядь, хайпую и так далее. Ну, должен был, наверное, проигнорировать вчера, когда стрим смотрел. Когда мне прямо на стриме говорят, что там реклама наркотиков. Я должен быть... Я должен был, точнее как, сесть такой... Ой. Ой, ой-ой-ой. Ребят, простите. Вы что говорите такое? Где реклама? Ничего не вижу, ничего не вижу. Извините, не могу комментировать, иначе подумают, что я хайпую. Не-не-не-не-не. Будто бы моя цель изначально была как-то, я не знаю, там, выставить его в каком-то негативном плане. Нет, и изначально ещё я его стрим смотрел для того, чтобы услышать его какие-то там, я не знаю, доказательства, да, об избиении. Наоборот, поддержать его. А в итоге вот к чему мы пришли, блядь. ...знакомый Артём Граф помог найти этой теории неопровержимый пруф, который он, кстати, позже и скинул Хесусу на стриме. Да, ну вы это делали оффлайн, я ебу что ли, кто там чё? Это вы сейчас рассказываете, что вы первые. Но мы же не видели, как вы это обнаружили. Вот, а на публику я первый был, так что я первый, я-я-я-я-я. Может, вы у меня на стриме увидели, а потом такие, бля, давай потом расскажут, что это мы первые. Хе-хе-хе, хе-хе, хе-хе, э-хе, э-е, ладно, всё. Я тут на стриме Хесуса скинул пару пруфов. Да ладно, шо ты тут? Я первый! Они тут сидят, себя охуевают, послушай. Не-не-не-не-не-не. Ой, блядь. Ну, вообще-то там были пруфы, если я не ошибаюсь, от которых мы уже и так были в курсе. Ну ладно, окей. Куча очередных разоблачений, разоблачений на Никоглая, от маразма, от Артема Графа, как я понимаю, если они там вместе сейчас сидят и копают, и вот в этой теме. Ну, походу, ребята, ждем, ждем. И вот с чего все начиналось. Ну, окей, в любом случае, ты будешь делать вообще сейчас ответку Никоглая? Я именно больше всего с чего охуел, это с того, что он рекламировал наркошоп, блядь. Вот это вот самое главное тейк, за который я зацепился. Он рекламировал, нахуй, наркошоп на Твиче, блядь, когда мне Ютуб снимает монету, блядь, за порнхаб, нахуй, на мемной кепке, блядь. Пиздец. А ты сам стрим смотрел? Вроде он рекламировал файлообменник, то есть я прямо сейчас сайт прочекал досконально, никаких ссылок я не нашел там. Подожди, файлообменник он рекламировал на стриме, ты видел, как я мблядь какая-то подставной диалог какой-то. Давай, давай прикинемся, что мы еще до Хесуса это все делали. Короче, говоришь это, а я говорю это, ты это отвечаешь, а я тебе... Ладно, я шучу, если что. Ребят, я шучу. Футболки у него. Какая нахуй, рань, вообще, кто первый это узнал, блядь, или раскрыл там, я не знаю, все эти подводные камни, камни, Никоглая. Вообще, похуй, блядь, кто это первый сделал. Не в этом суть. Громкое заявление скажете вы, поэтому смотрите. Значит, в течение всего стрима Никоглая сидела в весьма подозрительной футболке с... Ну, вот так открыто это показывает. ...притом Мега. И как бы слово и слово, что не так, спросите вы. Ты, блядь, еще можешь ссылку скинь. А дело в том, что три оранжевые полоски вместе со словом Мега, это эмблема одного очень популярного Даркнет-магазина со стафом, который пришел на замену Гидре. Если быть точнее, то это не один какой-то конкретный магазин, а торговая площадка. Думаю, вы у меня, ребятки, не маленькие, объяснять вам, что такое Гидра, мне не придется. Опять же, напрашивается вопрос, в чем прикол футболка и футболка? Может, он вообще не знал, что это за логотип? Ну, во-первых, ни в одном официальном магазине такую футболку ты не купишь, а в подворотне у дяди Ашота такой понторез, как Никоглай, явно не закупается. И если бы Никоглай специально не надел эту футболку, на стриме он бы точно сидел в какой-нибудь Гуччи или Балентиаге. Но нет, Никоглай эту футболку надел специально, и сейчас я вам это докажу. Но подойдем мы издалека. В один момент стрима, когда Никоглай еще смотрел мой видос, ему написал менеджер и сообщил, что рекламодатель просит отзеркалить камеру, чтобы логотип на его футболке было видно по-человечески. Так, Катана мне пишет, чтобы я проверил телеграм. Сейчас проверю телеграм. Я понял. Я понял, ладно, окей. Окей. Рекламодатель все-таки... Сори, как-то привыкнете, но рекламодатель все-таки очень сильно просит, чтобы я вернул, как было. Чтобы я вернул, как было, хорошо. Ну, чтобы так именно было. Окей, сделаем тогда так. Спасибо. Ок. Продолжим, ладно, ролик, смотрите. Так, ну окей, какой-то загадочный рекламодатель попросил Никоглай отзеркалить изображение. А что за рекламодатель, мы узнаем на 30-й минуте стрима. А сейчас у нас, кстати, 30-я минута стрима. Я бы хотел вам посоветовать надежный файлообменник Мега. В общем, облачное хранилище вмещается бесплатно до 20-ти. Напоминаю, файлообменник одному из моих подписчиков ответил, что ни с какими стримерами этот файлообменник в данный момент вообще не работает. Никакой рекламы они у стримеров не заказывали и не брали. 10 гигабайт, то есть вы можете создать... Вот ответ. Если что. Бесплатный аккаунт зарегистрировать, бесплатно вмещается до 20 гигабайт. Через это облачное хранилище хранение можно также перекидывать файлы вашим друзьям. Быстро так же работает, как Яндекс.Диск. И в общем, Мега очень крутое облачное хранение. Спасибо спонсору сегодняшнего видеоролика Мега. Ага. Облачное хранение, спасибо. Теперь идем дальше. Я надеюсь, я сделал нормально. И ржет, падла. Да, безобидный файлообменник Мега, по типу Яндекс.Диска. Причем, заметьте, он за каким-то хреном вводит в поисковике слово Мега с тремя слэшами в начале, чтобы получилось как на футболке. Хотя, вроде бы, файлообменник Мега спокойно себе гуглится без каких-либо дурацких знаков. И вообще, какой адекватный человек... Ну, он ведь 2 поставил. ...когда хочет найти какой-то сервис в Гугле, начинает вводить его название с каких-то непонятных символов. Да и вроде как логотип файлообменника выглядит совершенно по-другому. Белая буковка М в красном кружочке. И явно не похожая на ту эмблему, которая изображена на футболке Коли. Я сразу начал подозревать, что чё-то тут один к одному не сходится. Тем более, ребят, вы хоть у одного стримера, хоть у одного блогера, хотя бы раз, видели рекламу файлообменников. Я вот чё-то такого не припомню. И тут у меня пазл наконец-то сложился. Никакой файлообменник, ни у какого никакая, никакую рекламу отродясь не заказывал. А весь этот цирк с рекламой файлообменника, с вводом названий Мега с тремя слэшами, был осуществлён просто для отвода глаз. А основной спонсор этого стрима как раз таки торговая площадка в Даркнете. Для тех, кто не вдупляет, какой им смысл вообще платить за то, чтобы Никоглай просто посидел на стриме в футболке с их эмблемой, да ещё и прикрывался рекламой какого-то левого файлообменника. То я вам расскажу, что реклама каких-то запрещённых сайтов, она осуществляется немного не так, как вы привыкли. То есть это не топорная реклама из разряда «А сегодня рекомендую вам зайти в ресторан Платон покушать там суп из семи залуп». Нет, подобная реклама рассчитана прежде всего на визуальное отложение в подсознании. То есть не на то, чтобы зритель здесь и сейчас перешёл на их сайт и что-то там себе приобрёл, а чтобы в его подсознании отложился какой-то образ, какое-то слово, связанное с определённой конторой. Отложилось, да? Бля, на самом деле, я так думаю, блядь, эти там детишки Никоглая вопят, да если б ты там не начал ебать его рот, блядь. Тем не менее, я думаю, что почти все в курсе о том, что такое Darknet. Я думаю, что почти все знают и слышали хоть раз в своей жизни о том, что такое Гидра, например, та же, да? Но это же не значит, что все, буквально все, кто об этом где-то что-то услышал, увидел, побежали туда срочно покупать то, что там продаётся, блядь. Люди продолжают жить своей жизнью, не занимаясь просто какой-то хуйнёй, вот и всё. Но нет, мы должны это проигнорировать, промолчать, а то не дай бог. Как вы думаете, почему пресловутая 1xbet готова платить миллионные игнорары просто за мелькающий логотип на трансляции какого-нибудь PopMMA промоушена? Потому что такая реклама, направленная на узнаваемость, приносит свои плоды. Точно так же и здесь. Менеджеры... Никоглай покоронил свою карьеру, блядь. Чё, ходите, что ли? Ничему вас жизнь не учит. В феврале тоже думали, что ну всё, это пиздец. Никоглай себя похоронил, всё. Отмена полная произойдёт. Ага, конечно. Что мертво, умереть не может, ребят. Вы обратите внимание. Я просто так вот на самом деле думаю, блядь. А если бы с каким-то западным, англоязычным стримером такой, американским произошло, чел бы спалился на рекламе наркоты, блядь. Чё бы с ним здесь было? Как бы аудитория на это отреагировала? Его бы тоже защищали, оправдывали? Или бы его тут всё-таки отменили? Хуй знает, короче. Прекрасно понимали, что прорекламируя Никоглай то, о чём вы сейчас подумаете, в открытую, а уж тем более, блядь, на Твиче, ему тут же бы снесли трансляцию. А так нет, он просто сидел... Там же легализовано, господи, долбоёбы, блядь. Здесь нелегализованы все наркотики подряд. Так, там легально. Идиоты, блядь, трава! И всё, что остальное, из тяжёлой наркотики. Разные вещи, блядь. Сука, я в ахую. Магазин наркотиков в Америке, в любой другой стране, нелегализованы. Где вы, блядь, видите, чтобы в какой-то из стран были легальные наркотические магазины? Долбоёбы, блядь. При чём здесь трава вообще? Идёт футболочки с нужной эмблемой, а рекламирует какой-то вообще безобидный файлообменник, создатели которого ни о какой рекламе от Никоглая даже не догадываются. И если вы на данном этапе мне не верите, то сейчас я вам покажу самый железобетонный пруф. Отдельное спасибо хочу сказать Артёму Графу, потому что именно он спалил то, до чего я бы сам никогда не додумался. Если мы поставим стоп-кадр на моменте, где Никоглая начинает вводить название Мега, мы в истории его поиска можем увидеть очень интересную деталь. Ой, а что это мы тут искали? Смотрите, это не я сейчас вам примонтировал. Ну это я первый, я первый, я первый это обнаружил, я первый это делал, я первый это показывал, я первый, я первый, я первый, я первый, я... Подожди. Ой, а что это мы тут искали? Судебное заседание, блядь. Смотрите. Э, где я? Почему меня нет? Ты чё, охуел? А, это рекомендуемый. А чё меня не рекомендуют? Или я видео не стримил в тот момент? Ну ладно. Это не я сейчас вам примонтировал, вы можете записать эту трансляцию, она у Никоглая сохранена, и сами поставить стоп-кадр. Это же откуда столько интересных совпадений? Футболка с эмблемой Darknet площадки, реклама какого-то файлообменника, который почему-то ни у кого кроме Никоглая больше рекламу не закупил. Какой-то странный способ этот файлообменник нагуглить. А теперь ещё и история поиска со словами мега-даркнет. Я думаю, теперь всем всё стало ясно. Да-да-да, вы ничего не путаете. На ваших глазах этот чучело моноидный берёт деньги за рекламу запрещенных веществ на 50 тысяч онлайн о малолетних детишек. Твич, к тебе сейчас обращаюсь, ты скотина, каждый месяц ужесточаешь правила, отправляешь в бан нормальных стримеров за какое-то неосторожное слово. Но при этом у тебя на площадке организм просидел весь стрим в футболке с эмблемой запрещенного ресурса, который торгует стаффом. Что вообще это существо себе позволяет? Я понимаю, деньги не пахнут, но серьёзно, настолько? А что же он дальше будет рекламировать? Сайты по вербовке в весьма интересной организации, ресурсы по сбыту оружия. И после этого у него ещё наглости хватает ныть, что ему, видите ли, никто не верит. Теперь-то у зрителей один к одному идеально сходится. Ты сначала устраивал нехилый такой прогрев перед своим разоблачением, потом всё разоблачение ты устраивал прогрев, что на твоём стриме будет мега разъёб, будут новые факты и пруфы, которые ранее нигде не были опубликованы. Господи, какой контент ты там завёз, какой разъёб ты там устроил, какие факты и пруфы ты предоставил. Сначала на 40 минут ты растянул мой 9-минутный ролик, из которого минута это реклама. Что мне твои малолетки тут же побежали ставить дизы и в комментариях защищать своего кумира. Показал какой-то черкаш на голове и какую-то вообще не особо важную аудиозапись. Тебе весь чат спамил, покажи футболку. Что ты ответил? Она у меня вообще в другой комнате, покажу в другой раз. Видимо, этот другой раз наступит, когда онлайн и у тебя будет 2000 человек, и то ты эту майку с какого-нибудь бомжа снимешь за бутылку водки, обоссыш, обмажешь кетчупом и на тебе, ебать, пруф. Теперь то уж точно всем очевидно, что твой стрим, которому ты так долго подогревал интерес, изначально не рассматривался как... О, я так и говорил в начале видоса этого, я так и сказал, я первый это сказал, блядь. Разъеб с фактами и пруфами. Подогревал интерес ты к этому стриму, чтобы сайт с запрещенными веществами отстегнул тебе нехилую такую котлету за большой онлайн. Колясик как раз недавно выложил пост в телеге о том, что купил себе новенькую... Эээ, я тоже первый это говорил еще вчера, я первый. ...шинку, о которой всегда мечтал, тоже совпадение интересное, да? Ребят, этот видос по-любому получит желтый. Я не знаю, он реально дурак, блядь. Живя в Молдове, купил себе какую-то мега дорогую крутую тачку, блядь. Че он там с ней в этой Молдове делать будет? Просто получил бабло и въебал бабло. Кому он там потом эту тачку продавать будет? Монету, да и в принципе на монету-то я и не рассчитывал, поэтому распространяйте это видео как можно активнее. Да ты шо, блядь! Ребят, подпишитесь на мой телеграм-канал. Просто в шоке, я ни разу не видел настолько наглой рекламы от популярного блогера, да еще и на Твиче. Мне Ютуб за кепку с логотипом черно-оранжевого сайта с видосиками по 30 минут, которая вообще использовалась как мем, уже монету снимает на повторной проверке. А тут мразота не стесняясь сидит на Твиче с эмблемой запрещенной торговой площадки. Я как бы и сам человек далеко не чистый на рекламу, тоже как бы, знаете, любитель приторговать жопкой. Ну крутил бы ты казики на своем стриме, да, может быть кто-то бы посмеялся, но никто б тебе и слова не сказал. А ты на 50 тысяч онлайна детишек сидишь в футболке с эмблемой запрещенной торговой площадки, где торгуют стафом. А потом у нас по паркам солевые ходят, которым еле 16 лет исполнилось. А потом у нас подростков за закладку по 228 на 10 лет сажают. Ну лиха беда начала, такими действиями никоглай подводит не только себя, но и всех адекватных стримеров. Забанить-то его на Твиче, может быть, и забанят. Но перед этим Твич ведет еще череду конченных правил. А то и вообще какая-нибудь очередная Мизулина увидит его стрим, и у нас в России из-за этого придурка херам Твич заблокируют. И ладно, еще мне похер, у меня там даже аккаунта нет, но миллионы людей Твич смотрят. И для тысяч людей Твич это заработок. А за Твичом у нас последует ее тук. О, господи, у Никоглая были все шансы восстановить свою репутацию. Я это говорил еще в первой ТГ, я с вами писал, кстати, подпишитесь на ТГ. Когда многие блогеры и стримеры ему поверили. Но просрать даже такую возможность, когда ты, по сути, жертва режима, это, конечно же, мое почтение. Короче, пора заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и распространяйте... Короче, все, что было сказано, сказал я. Я, 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 я. Извините.